Группа компаний MediSpa Technology существует уже 20 лет. Тенденция, которая создается отелями в виде оздоровительных проектов, последнее время получила название Medical Spa. Это что-то среднее между клиникой и спа. Они представляют услуги спа, медицинские услуги, но не в классическом понимании. А это может быть и нетрадиционная медицина. За 20 лет мы действительно очень серьезно трансформировались. Мы начинали с эксклюзивной дистрибьюции профессиональной косметической продукции в сегменте спа. 20 лет назад это было новое в нашей стране, никто не знал, что это такое. И начиная дистрибьюцию в этом сегменте в виде профессиональной косметики, в виде профессионального оборудования для сегмента спа, мы были такими первооткрывателями, пионерами в этой области и стояли, что называется, на старте развития индустрии спа вообще. Спустя 7-8 лет после открытия нашей компании произошла первая трансформация. Наша компания изначально называлась группа компании Spa Technology, потом мы переименовались в Media Spa Technology. Группа компании Media Spa Technology занимается также консалтингом. Компания максимально адаптирует мировой опыт спа, wellness, beauty к особенностям российского менталитета с успехом, внедряемым собственные креативные идеи и разработки, формируя тем самым рынок спа-индустрии и конкурентных услуг в России. Стоит отметить, что раньше эта область для России была достаточно далека. Клиентам предлагаются идеальные возможности для создания полноценного премиального спа и medical спа, а также лучшие бренды, профессиональные косметики и оборудования, которые отвечают требованиям самых взыскательных клиентов. Начали создавать для инвесторов, для девелоперов, которые открывают в фитнес-сегменте или в отельном сегменте любого рода оздоровительные предприятия, независимо от того, медицина это или медицина, интегрированная со спа, либо это отдельно центр спа, либо это wellness-центр, либо это под ключ большое комплексное предприятие, которое включает свою структуру и фитнес, и медицину, и ресторан, и спа. И мы занимаемся таким объектом, таким долгосрочным управленческим консалтингом, который включает в себя все опции, начиная от разработки бизнес-архитектуры и концепции данного объекта, чтобы объекта был креатив, тренд, своя специализация. Мы разрабатываем медицинскую спа-технологию под такие объекты, мы обсчитываем ее, создаем финансовые модели, создаем глобальный маркетинг стратегический для объекта комплекса в целом, прописываем полностью все стратегии для старта такого предприятия, его коммерческую политику, все операционные бизнес-процессы, которые связаны и с финансами, и с любыми, скажем так, управленческими элементами. Наталья открыла около 60 объектов по всей России. Огромный и один из самых популярных центров в Беларуси, а также три центра в Европе, Германии, Словакии и Греции. Наталья знает все особенности и тонкости открытия бизнеса в Европе и в России. У Натальи есть и собственный бизнес, это iFeel. Это центр медицинского спа, в который включены диагностика и дальнейшее лечение. Именно здесь Наталья может экспериментировать и пробовать новые процедуры и косметические средства. Мы очень много работаем с пациентами, у которых проблемы с опорно-двигательным аппаратом, то есть это остеохондрозы, различные шейные остеохондрозы, мигрени и так далее. Мы открыли новое направление, которое связано с детишками. То есть мы создали специальное зожное детское меню, где мамочка с детьми разных возрастных групп может проходить оздоровительные программы. Это и лечебная физкультура, если у деток, например, есть какие-то проблемы с позвоночником или плоскостопие или еще какие-то проблемы. Это и специальные занятия в бассейне, это и специальные процедуры такие лайтовые, которые деткам можно выполнять и детская косметология, и детские массажи, и специальные такие спа-пати мамочка с ребенком, где мамочка с ребенком просто могут провести прекрасный досуг. У нас, наверное, три изюминки, скажу так, первые, даже четыре. Первая изюминка, это, конечно, люди, это, конечно, мастера. Они у нас уникальные, и очень многие наши клиенты приезжают к нам, несмотря на то, что мы находимся в центре, приезжают к нам из Московской области и из других районов на руки наших специалистов. У нас действительно ребята уникальные. Они обладают сами по себе прекрасными энергетическими, профессиональными возможностями, ну и плюс ко всему мы их постоянно учим, и поскольку мы компания дистрибьюторская, мы очень часто их обучаем европейскими преподавателями, европейскими методами. Вторая изюминка, это аппаратное насыщение и количество технологических девайсов, которые в нашем центре есть и которые способны генерить такие интересные услуги, о которых многие клиенты либо не знают, ну или многих, например, практически нет, особенно, то есть люди не знакомы с такими технологиями, мы эти технологии всегда, скажем так, первые привозим и далее познакомим рынок, как я сказала. Ну и третья изюминка, это наша мобильность, то есть мы стараемся быть мобильными с точки зрения маркетинга, каких-то акций, очень поддерживаем различные программы лояльности клиента, делаем для них различные постоянно какие-то тусовки, акции, мероприятия, пати, активно работаем с корпоративными клиентами, которые любят делать мероприятия в нашем СПА, и у нас даже очень много корпоративных клиентов приезжают и проводят СПА-вечеринки и СПА-пати в альтернативу, например, традиционным ресторанам-вечеринкам. Наталья не просто создает бизнес, но и заботится о своих конкурентах. Именно поэтому она теперь общественная, полномоченная по вопросам индустрии медицинских СПА и клиник эстетической медицины. Сейчас я являюсь амбудсменом от нашей отрасли при правительстве Москвы, то есть официальная общественная, полномоченная по отрасли медицинских СПА, косметологии и восстановительной медицины. Поэтому, кроме всех вот этих приятных миссий, которые мы несем в массы, на мне еще есть такая задача по защите бизнеса, по защите этого вида бизнеса, по защите предпринимателей, потому что действительно очень много в нашей стране идет законов, каких-то указов, которые травмируют бизнес, и очень многие предприятия из-за этого либо закрываются, либо, в общем-то, финансово страдают. Из-за этого страдают люди, которые работают в этих предприятиях, потому что автоматом это бьет по кадровому ресурсу. И много, в общем, таких задач, которые предстоит пройти. В этом году мы сделали колоссальный прорыв. Это заслуга моя и заслуга Деловой России, членом которой я являюсь и возглавляю рабочую группу по оздоровительной индустрии в Деловой России. Мы целый год работали над получением собственного АКВЭДа, то есть это вид деятельности нашей отрасли. Данный АКВЭД позволит получить субсидии, правительственную помощь, льготы и многое другое. АКВЭД очень сильно был нужен во время пандемии, потому что без него никакой помощи, к сожалению, от государства не было. В поры вот уже ровно год мы вместе с Деловой Россией занимались через Министерство экономического развития, через Минздрав, это была долгая упорная работа, ходили, объясняли, доказывали, рассказывали, кто мы такие, что мы очень важная отрасль, что мы есть. И вот буквально на этой неделе мы наконец получили уже полностью приказ, который транслирует появление такой отрасли официально, законодательно в нашей стране. Рынок сформирован с точки зрения спроса, а с точки зрения предложения абсолютно нет. Для многих ательеров спа – это бассейны, с бани, массажные кабинеты, ну и в принципе все. Но удивить такими предложениями клиентам, которые получат подобные услуги в любом городе, никуда не выезжая, тем более заставить этого клиента задержаться не только на выходные, но и с понедельника по пятницу в межсезонье, когда страдает загрузка, нельзя. Очень хорошо, если в таком исполнении спа покажет 20% от номерного фонда. Это неплохая цифра. Если делать спа как оздоровительное мероприятие, продающие туры, то доходы может составлять 50% от стоимости номерного фонда. Я думаю, что есть над чем подумать. Сонных центров, потому что развитие профилактической медицины и реабилитации в сегменте как раз спа и медикал-спа и вообще санаторно-курортных предприятий как раз направлен в сторону здоровья для здоровых, то есть профилактики здоровья, реабилитации после травм опорно-двигательного аппарата, реабилитации после ковида и других профилактических мероприятий, которые позволяют удерживать клиентов на своих, скажем так, своих загородных отелях, в своих оздоровительных предприятиях, в своих санаториях. Речь идет о том, что мы пошли по принципу Европы, и Европа давным-давно уже имеет и открывала подобного плана клиники красоты, здоровья, клиники омоложения, клиники детокса, клиники реабилитационные центры, которые позволяют заниматься позвоночником, да, то есть имеют какую-то серьезную специализацию. И эти клиники частные, и эти клиники очень коммерчески успешные, а в нашей стране все больше, скажем так, санаторно-курортных предприятий, ведомственных, государственных, которые, безусловно, транслируют прекрасную историю российской физиотерапии, но они немножко не в тренде. Ситуация меняется, за этими трендами надо смотреть. Законодательно они не успевают за коммерческими предприятиями угнаться и вовремя, скажем так, проследить наличие всех вот этих возможностей, которые они могли бы дать своим гостям. И хочется, чтобы эти возможности взяли на себя отельеры, то есть отельный бизнес, и открывали отели не просто с баней и массажным кабинетом, да, а для проведения какого-то отдыха и досуга, там, выпить пиво и там попариться в бане, а для того, чтобы все-таки отели могли, ну, во-первых, это их бизнес, это их доход в первую очередь, они могли собирать эту целевую аудиторию, потому что запросы, запросы большие у людей, но предложений нет. Группа компаний Media Spa Technology – это сочетание инновационных медицинских и wellness технологий, передовых протоколов процедур, сервиса и профессионального опыта высококвалифицированных медицинских специалистов.